Валентина Васильевна, не задавая вопросов, впустила в подъезд неизвестного и отдала ему 200 тысяч рублей. В этот момент пенсионерка была напугана известием от неизвестных о состоянии дочери, оказавшейся в больнице. Позвонили по домашнему телефону. Звонок. Кто? Лена. Дочь, то есть моя дочь. Попала, то есть переходила дорогу в неположенном месте, и ее сбила машина. Тот, та машина, водитель, не виновата. Виновата ваша дочь. Нет. Она мама, да, виновата я. Она мне так говорит. То есть мне нужны деньги. Сколько у тебя дома? Говорю, 50 тысяч. За недостающей суммой пенсионерка отправилась в банк. Все это время неизвестные были на связи и предупредили о том, что разговаривать по пути следования ни с кем не нужно. Никому ни слова, ни соседям, никому ничего не говорить. Ни о чем. А куда вы чего? Вот ваша дочь, что ваша дочь в больнице. Ну что, прихожу туда, спрашивает, зачем так много денег. Я сказала на операцию. Больше что я могла? Я не могу. Надо было бы, если бы я сказал такой, может быть бы не было. Женщина вернулась домой и через несколько минут за конвертом с деньгами пришел курьер. Посыльным оказался 32-летний житель Ленинского района, ранее привлекаемый к уголовной ответственности за мошенничество. В кратчайшие сроки он был задержан сотрудниками уголовного розыска. Мужчина оставил себе 10 тысяч рублей. Остальные деньги передал неизвестному. Но в настоящее время сотрудниками полиции ведется розыск подозреваемого и принимаются меры по его задержанию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расскажите своим пожилым родственникам, как вести себя в такой ситуации. При поступлении подобного звонка не нужно беседовать с неизвестным, впадать в панику и делать все, что он говорит. Прежде всего, необходимо связаться со своими родственниками и убедиться, что все в порядке. Далее нужно сообщить о звонке в полицию и ни в коем случае не перечислять и не передавать никому деньги. Пускать незнакомых людей в дом тоже не нужно. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов.